Этот проект в очередной раз докажет, что Алтайский край не только аграрный, но и промышленный регион. Технопарк-компонент в Барнауле начали возводить в этом году на условиях частного государственного партнерства. Сегодня будущий комплекс строят на площадях Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения. Мы были генподрядчиком на Рубцовске. Это был первый технопарк. Поэтому мы уже имеем опыт строительства, и здесь уже некоторые процессы просто откатаны, и поэтому здесь гораздо быстрее ведется строительство. Первый технопарк в регионе открылся в прошлом году в Рубцовске, так же, как и в Барнауле, по инициативе Рубцовского завода запчастей, входящего в группу компании «Алмаз». Производственная площадь Рубцовского технопарка Юг Алтая – 13 тысяч квадратных метров, и сегодня она на 70% заполнена. Еще один технопарк создан в Бийске. В Барнауле промышленный технопарк откроют в 2024 году. На площади более 6 тысяч квадратных метров разместится порядка 12 резидентов, которые создадут более 70 рабочих мест. В технопарке «Компонент» предусмотрена одна из форм сотрудничества. Это с базовыми нашими вузами в плане и экономики, и в плане как раз технологии, развития конструкторских мыслей, которые у нас есть на сегодняшний день у нашего поколения. Поэтому как раз, наверное, в молодости есть развитие нашего технопарка. По мнению экспертов, именно успешный опыт Рубцовского технопарка позволил в регионе открыть еще две промышленные площадки. Дело в том, что на их создание государство выделяет по 500 миллионов рублей, при условии софинансирования со стороны инвестора не менее 20% от стоимости проекта. Будущий технопарк в Барнауле накануне посетили сенатор Алталтайского края Виктор Зобнев, министр экономразвития Максим Решетников и губернатор региона Виктор Томенко. Ну, я, честно, не могу сейчас навскидку вспомнить другого региона, которому дали три промпарка. Ну, такие заявки были сильные, потому что я еще посмотрел по экономике, очень эффективно там. Сегодня край активно перестраивается на импортозамещение в сельхозмашиностроении, ведь некоторые предприятия сталкиваются с проблемой поставок деталей и узлов из-за рубежа. Технопарк может решить эту проблему, а его резиденты сами смогут производить составляющие для машин. Только что мы были на заводе «Анитим», и вместе с Рубцовским заводом запасных частей они сегодня освоили и производство S-образные стойки для культиваторов. А это продукция, которая поставлялась нам из-за рубежа Италия, Испания, Германия, вот эти страны. Они сегодня подшипниковые узлы освоили производство, то, что раньше поставлялось нам из Канады, и сегодня закрывают потребности рынка нашего отечественного. В целом отрасль при стартовых позициях 2000 года 25% мы производили внутри Российской Федерации, 75% мы закупали, сейчас ситуация уже принципиально поменялась. 75% мы производим, начиная от тракторов, комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники, мы производим уже в Российской Федерации. При этом сельхозтехника края поставляется не только в другие субъекты страны, но и за рубеж. Новый технопарк в Барнауле, несомненно, станет новым толчком развития региона. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Диэстолка. Редактор субтитров А.Семкин